МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помощницы будущих мам 5 мая отметили Международный день акушерки. Православные волонтёры организовали праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. 6 мая Международный день против диет. Как нужно питаться, чтобы не навредить организму? Далее расскажем по всему подробно. Лесные пожары 2021 года надолго останутся в памяти саровчан. В Сарове тогда ввели режим ЧС, закрыли железнодорожное сообщение с Москвой из-за того, что горело рядом с путями. Огонь уничтожил посёлок Стеклянный и подобрался к городу. На борьбу со стихией бросили авиацию, МЧС и Минобороны, а затем два пожарных поезда. Численность наземной группировки превысила тысячу человек. С помощью героизма огнеборцев стихию удалось остановить. 29 апреля пожарным из Сарова, которые отличились в тушении пожара, вручили государственные награды. Будем очень рады, что наконец-то все, кто заслужил награды, сегодня будут всем вручены. Ещё раз всем огромное спасибо за службу и поздравляю вас с наградами. В августе 2021 года огонь пришёл с западной стороны и пытался проникнуть за территорию площадок ядерного центра. Затем начал подбираться с южной, а потом и с восточной стороны. За короткое время пожар охватил огромную территорию. Практически 13 тысяч гектаров сгорел из строительства. Спасибо вам за тот труд, за то здоровье, за то время, которое вложили, спасая ядерный объект и город. После торжественной части пожарные провели учение в лесу возле озера Протяжного. Такие мероприятия проходят каждой весной. Их цель – отработать взаимодействие служб и реагирование на возможные лесные пожары. Вначале пожарные забирали воду из протяжки с помощью двух пожарных насосных станций. От неё проложена магистральная линия на расстоянии 1,7 километров. Установлено четырёхходовое разветвление. И уже от четырёхходового разветвления на защиту лесных кварталов 8,7 и 103, проложенная магистральная линия диаметром 7,7, запитка пожарных цицерн. В условиях, приближенных к реальным, пожарным предстояло потушить несколько условных очагов возгорания. Зачастую к масштабным лесным пожарам приводит человеческая неосторожность и беспечность. С апреля в области действует особый противопожарный режим. При наступлении 4 и 5 класса пожарной опасности запрещено посещать лес, разводить костры и сжигать мусор на землях лесного фонда, населённых пунктов и прилегающих территориях. Лес не посещать, когда этого не требуется. И что касаемо в части разведения блюд на углях и пользования открытым огнём. Ну и не захламлять лес, то есть тоже одна из составляющих. То есть стекляшка, стекляшка, эффект линзы от солнца. Вот, пожалуйста, возгорание. Екатерина Опёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Кесарево сечение проводят, когда естественные роды невозможны из-за риска для здоровья мамы и малыша. Эта серьёзная операция требует высокого профессионализма от всего медицинского персонала. Если нет противопоказаний, то врачи применяют нейроаксиальную анестезию. Она не оказывает прямого воздействия на новорождённого, а кроме того, женщина остаётся в сознании и может услышать первый крик своего ребёнка. Сразу после родов врачи осматривают малыша и прикладывают его к маминой груди. А по завершении всех процедур родильницу отвозят в палату пробуждения. В палате пробуждения находится папа, когда мы оперируем. После рождения ребёночка малыш выкладывается на грудь к маме, а потом переносится к папе. Через какое-то время, в течение двух часов, семья проводит вот эти первые два часа. После родов, да, как бы вот это соблюдение золотого часа. И сразу хочется сделать акцент, что партнёрские роды, вот эти вот все наши новые технологии, которые мы применяем в настоящее время в нашем отделении, это всё совершенно бесплатно идёт по полюсу ОМС. После золотого часа маму и малыша переводят в послеродовое отделение, где обстановка максимально приближена к домашней. Все палаты здесь одноместные, с индивидуальным душем и туалетом. Если у мамы были сложные или оперативные роды, то ребёнка на некоторое время переводят в отделение для новорождённых. Здесь же находится и палата интенсивной терапии для малышей, которым требуется дальнейшее наблюдение и медицинская поддержка. Она оснащена самым современным оборудованием. Четыре кувеза, один из которых был куплен в 2020-м, и аппараты ИВЛ. Ещё одну реанимационную систему планируется приобрести в этом году. Все малыши в отделении для новорождённых круглосуточно находятся под наблюдением врачей и медсестёр. Сотрудники акушерского отделения клинической больницы номер 50 – профессионалы, преданные своему делу. И лучшая награда для них – улыбки женщин, которые благодаря слаженной работе всего коллектива становятся мамами. Интервальное голодание, монодиеты или недели на кефире с яблоками. В сети можно найти тысячу разных диет, создатели которых обещают поразительные результаты в кратчайшие сроки. Нужно лишь проявить немного силы воли. Заманчиво, не правда ли? Однако при неправильном пищевом рационе ненавистные лишние кило могут испариться вместе с вашим здоровьем, восстанавливать которые вам придётся ещё очень долго. За своим питанием необходимо следить на протяжении всего года. План быстро похудеть к лету или перед Новым годом, безусловно, может сработать. Однако сброшенные кило быстро вернутся, как только вы вернётесь к привычному режиму. Поэтому, конечно же, следить за своим питанием нужно круглогодично. Отслеживать, чтобы у вас были овощи, фрукты, отслеживать количество белка в рационе. Вот эти все скачки про похудение временное ни к чему хорошему не приводят. Я всегда своим девочкам, подопечным говорю, что лишний вес начинается с вашей первой диеты. То есть это всегда так. Нормальное снижение веса без вреда для здоровья – терять 5-10% от вашего веса за полгода. Так организм не будет испытывать сильный стресс и велика вероятность, что сброшенный вес больше не вернётся. Нужно быть очень внимательным и к своему организму, напоминает диетолог. И если вы заметите резкий скачок цифр на своих весах, как в плюс, так и в минус, это сигнал обратиться к специалисту. Ну, я не знаю, у нас заболел зуб, да. Мы же не говорим таки, я сейчас сама поковыряюсь. Вот если не поможет, то тогда уже обязательно пойду к стоматологу. Но такого же нет. Поэтому как только что-то происходит, надо сразу идти, сразу. А не потом, когда уже плюс 30 килограмм налипло. Понятие «правильное питание» весьма расплывчато, считает Анастасия Егорова. Для здоровья в первую очередь важен сбалансированный рацион. В нашей тарелке должно быть несколько групп продуктов, содержащих клетчатку, сложные углеводы и белки. А вот феномен правильного питания породил немало мифов. Первый лучший завтрак – это овсянка. Завтрак, по мнению Анастасии Егоровой, должен быть вкусным и сытным. А после овсянки чувство голода к вам вернётся уже через час. Второй миф – нельзя есть после шести. Сейчас среднестатистический человек ложится спать в 12 часов в час ночи. Это огромный перерыв. То есть это шесть часов голодания, плюс ещё вся ночь потом у вас впереди. И, конечно, это не полезно. Вот так и проявляются начальные этапы расстройств пищевого поведения, когда человек встаёт ночью, идёт к холодильнику и начинает забрасывать в себя всё, что лежит. Так делать не нужно. Определиться с тем, как правильно выстроить свой рацион, поможет подсчёт калорий, считает диетолог. Эта методика полезна для начинающих, чтобы те могли приблизительно понять, какие ошибки совершали при выборе продуктов и блюд и сколько калорий в день потребляли. Постоянный же контроль может стать слишком утомительным. Анна Перепес, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Напряжённые тренировки, сильные соперники, острые состязания. Сейчас едва ли можно представить Саров без его спортивной жизни. Но мало кто задумывается, какой долгий тернистый путь прошли основатели Федерации хоккея и футбола, чтобы юные саровчане каждый год могли делать робкие шаги на этом поприще – учиться, совершенствоваться, побеждать. В Ледовом дворце – особый день. День памяти удивительного человека, основателя Снежной арены в нашем городе – Вячеслава Николаевича Логинова. Любой спортивный праздник, Вячеслав Николаевич в центре, Вячеслав Николаевич, душа вокруг него, значит, и формальные клубы, и неформальные клубы спортивные, вот, и всегда это какие-то обсуждения, причём какая-то неимоверная способность параллельно, вроде бы отдыхая, значит, вроде бы общаясь просто в неформальной обстановке, решать какие-то вопросы. Практически всё свободное время Вячеслав Николаевич посвящал развитию футбола и хоккея в нашем городе. Однако решение многих вопросов требовало помощи. Для этого он создал футбольно-хоккейную ассоциацию Сарова, в общественную деятельность которой привлекал депутатов, руководителей предприятий, чиновников и бизнесменов. Этот человек предпочитал командные виды спорта, и главное, на мой взгляд, его достижение в том, что он смог сплотить команду из совершенно разных коллективов. Это представители депутатского сообщества, администрации, руководители ядерного центра, это представители бизнес-сообщества. И объединив эти усилия, понимая, что все эти усилия направлены на влага, удалось создать этот объект. Открытие мемориальной доски в честь Вячеслава Николаевича Логинова в Ледовом дворце – возможность еще раз отдать дань уважения и выразить огромную благодарность за развитие спорта в нашем городе. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. 190 участников, 5 команд, 45 докладов. В стенах Саровского физико-технического института прошла ежегодная конференция по гуманитарным и социальным наукам. Студенты первого курса в течение недели представляли своим сокурсникам и жюри доклады, посвященные жизни известных исторических деятелей и различным событиям мировой истории. Ребята выбирали тему сами, да, по своим интересам, что им важно, что им интересно. Практически все команды выбрали сами. Ну, за редким исключением что-то я подсказывала. Но в основном все сами. То есть я очень рада, что они интересуются историей, что им интересны и крестовые походы, и Уолхалл, художник Энди Уолхалл, и маршал Василевский у них там, и Эмилия Панкхёрст, и франко-прусская война. То есть очень много интересного разобрали. Конференция проходит каждый год для первокурсников, которые готовятся к экзамену по мировой истории. Во время пандемии научные мероприятия перенесли в онлайн-формат. Интернет вдохнул в нее новую жизнь. Работы тогда оценивали эксперты со всей страны. Преподаватели МГУ МИФИ Оренбургского государственного института искусств. В этом году у нас не получается, конечно, пригласить членов жюри. У нас в этом году все очные жюри. Это преподаватели нашего института и студенты-победители предыдущих студенческих конференций. И также нам помогает очень православное творческое объединение «Мир». Роман Валевич Сванидзе и Ирина Михайловна Семенчук. Но у нас по-прежнему участвуют с нами вместе Оренбургский государственный институт искусств имени Мстиславы и Леонида Ростробовичей. Студентам необходимо было объединиться в группу по пять человек и сообща выбрать тему. Для подготовки докладов пользовались и специальной литературой, и историческими сериалами. Во-первых, это наша первая конференция, и было достаточно тревожно. Но все доклады были очень интересные, и видно было, насколько много работы и труда было в них вложено. Каждый доклад был очень хорошо проработан. Поднимали на конференции социальные темы, например, гендерное равноправие. Команда Марии Поляковой решила рассказать о жизни Эмилин Панхёрст. Это британская общественная политическая деятельница, защитница прав женщин, лидер британского суфражистского движения. Она начала бороться за права женщин, потому что в те времена, в конце 19-го, начале 20-го века была очень сложная ситуация. У женщин практически не было прав, они не имели права голоса. И нас это так и заинтересовало, что мы решили подробнее рассмотреть, как все-таки женщины добивались своих прав. По словам Марии, благодаря конференции она и ее сокурсники научились работать в команде, грамотно распределять обязанности внутри маленького коллектива. Кроме того, студенты получили опыт публичных выступлений. Мне очень понравилось участвовать в конференции, это незабываемый опыт. И я желаю всем попробовать себя в этом, ведь это очень необычно и интересно. Ну, хоть и волнительно, но я думаю, что каждому стоит попробовать на себе это. В год своего 75-летия профсоюз ядерного центра не мог остаться в стороне от самого профсоюзного праздника 1 мая. Около 150 человек собрались на стадионе «Авангард». С приветственным словом к участникам субботника обратился председатель городской думы Антон Ульянов, а также председатель профсоюза РФЯЦ ВНИЕВ Иван Никитин. Все социально-трудовые проблемы, накопившиеся и возникающиеся вновь, можно и нужно решать. И мы уверены, что и сейчас в последнем мире активный диалог профсоюзов и правительства дадут необходимый результат. Мы люди труда, те, кто каждый день на своем рабочем месте вносит вклад в нашу общую победу. Мы гордимся своей страной. Мы будем трудиться во имя победы нашей Родины. После завершения торжественной части работа закипела. Участников разделили на семь бригад. Каждая отвечала за свой сектор. Субботник стал настоящим первомайским праздником. Из колонок звучали добрые советские мелодии, знакомые каждому. Изначально 1 мая профсоюз хотел провести традиционное шествие. Наша задумка столкнулась с некими сложностями организационными. Сначала была пандемия, потом другие ограниченные факторы. И решили сделать большой профсоюзный субботник. Потому что именно в таком формате его давно не проводили. Я даже не вспомню, когда. Сегодня на 9 утра стоял дождь. Но мы делаем богоугодное дело, поэтому у нас солнце и достаточно тепло. Стадион постепенно преображался. Ограждение обновили, а с территории убрали сухие ветки и прошлогоднюю листву. Майские весенние субботники для Сарова стали доброй традицией, которая объединяет коллективы, горожан и даже поколения. Атмосфера чудесная, дружеская. Приятно, что все мы работаем вместе в коллективе, сообща. И обязательно быстро сделаем свою работу. Во-первых, потому что это делает город чище и красивее. Во-вторых, это очень сплачивает людей. Заводятся новые дружеские отношения и тому подобное. Приятно пообщаться со своими друзьями и коллегами. Завершили праздник церемонии награждения трудовых коллективов. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. От шалости до беды всего один шаг. Невозможно продумать все риски, которые последуют после несоблюдения правила дорожного движения. Поэтому акция «Мой велосипед» призывает нас не подвергать себе опасности и во время движения через дорогу слезать с велотранспорта. Акция «Мой друг велосипед» прошла в рамках Дня единой безопасности. Ребята из отряда юных инспекторов 11-й школы и сотрудники ГИБДД общались с велосипедистами Сарова. Вместе обговаривали такие важные правила дорожного движения, как спешивание во время перехода проезжей части. Передвижение на велосипеде только по тротуарам до 14 лет. За 2021 год на дорогу города Саров произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов. Это были два несовершеннолетних велосипедиста. Оба ДТП произошли по их вине. Велосипедисты переходили по проезжей части, не спешившись. У обучающихся 11-й школы в возрасте от 9 до 14 лет есть возможность вступить в отряд ЮИД. Там ребята изучают правила дорожного движения, способы оказания первой помощи принимают участие в акциях, пропагандирующих дорожную безопасность. Ульяна Скородомова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Клавдии Николаевне Плотниковой в марте исполнилось 97 лет. До сих пор из памяти ветерана Великой Отечественной войны истерлись тяжелые трудовые годы в тылу. Совсем юной 17-летней девушкой Клавдия Николаевна работала в суровых сибирских лесах, рубила ветки деревьев. Тогда все ушли на фронт, поэтому работать было некому. Трудились без выходных, да и утолить голод было почти невозможно. Все было мороженое, потому что пока везут, а градус 45 градусов мороза, 40, свистки мороза-то тогда были вообще, это было невыносимо, так холодно. Да придешь обогреться негде в палатке. Несмотря на свой почтенный возраст, Клавдия Николаевна хорошо помнит все подробности военной жизни, часто рассказывает о них своим внукам и правнукам. Члены семьи всегда идут к своей бабушке за советом и помощью. Бабулечка все помнит, все это нам рассказывает, мы это очень ценим. И при своем возрасте, 97 лет, если нужен какой-то совет, мы обращаемся к ней. Бабушка очень мудрая, очень умная и с большим, конечно же, жизненным опытом. Клавдия Николаевна недавно переехала в новую квартиру и депутат городской думы Михаил Савин впервые поздравил ее с наступающим праздником Дня Победы и вручил ей подарок. Женщина поделилась с Михаилом своими воспоминаниями, рассказала истории из жизни. Это люди, значит, великие, да, которым выпала нелегкая судьба, жить в военное время. И этим людям мы благодарны за то, что мы живем. Поэтому, естественно, и внимание, и все, что только можно, любая помощь, которая нужна, мы всегда должны оказывать. Для детей войны, тружеников тыла и пенсионеров на округе пройдет праздничная встреча в кафе. С концертом перед ветеранами выступят саровские коллективы. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Новый объект Тепиари-парк Сафари заинтересовал горожан. Бегемот, носорог, лев и другие животные теперь стоят в парке Зернова и ждут детишек. Друзья, а мне кажется, знаете, что сейчас нам с вами нужно будет подумать и сказать, кто первый, кстати, скажет правильный ответ, тот и получит маленький приз, сколько пар лап в нашем Тепиари-парке у всех животных. Саровчане любят парк Зернова, посещают его семьями, дружескими компаниями. Поэтому развлечения, площадки, места для отдыха должны быть предназначены для всех целевых аудиторий. Ни маленьким, ни большим детям в парке практически делать нечего. Везде очереди стоят, толпучки, кататься не на чем. Подростки у нас, ну вот у меня сыну 13 лет, ему вообще здесь негде покататься. Ну те же веселые горки поставить можно. Я не знаю, много же аттракционов есть. Тоже колесо чертово там большое. Какие-то новую орбиту, но не такого же вида. Парк стал самым популярным местом для времяпрепровождения в Сарове. Горожане зимой и летом наслаждаются природой и атмосферой места. В принципе, всем довольны. Возможно, в будущем хотелось бы что-то реконструировать. Какие-то из данных аттракционов. Те же самые ракушки. Не только покрасить, но и, может быть, даже модернизировать. Безусловно, родители и дети рады появлению новых площадок в парке. Однако саровчане уже отмечают некоторые проблемы и недостатки в постройках. И вот где она, безопасность. Все покрытие, на котором мы сейчас здесь на этой площадке стоим, она все волнами. В какой момент что задерется, непонятно. Все наступаешь, куда-то хлюпает, проваливается. Хотелось бы, чтобы вот этот момент привели в порядок. Ну и о какой-то глобальной перспективе. Ну, хотелось бы, чтобы парк все же приобрел современный вид, как парк, ну, то есть в плане аттракционов. В новом сезоне аттракционы парка будут работать с понедельника по пятницу с 16 до 20 часов, по выходным с 11 до 20. Ульяна Скородумова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Слет Союза детских организаций «Сияющие звезды» ежегодно проходит в начале и конце учебного года. Вынос знамени, сдача рапорта «Игра барабанщиков». Традиция пионерской организации, которые продолжают «Сияющие звезды». На 59-м слете пионеры организовали четыре заседания по разным вопросам. Так, на станции детской палаты «Галактика» обсуждали деятельность Союза в течение 2021-2022 учебного года. Вносили предложения по организации мероприятий, определили лучшие дружины. В конце каждого учебного года мы на слете «Галактики» представляем диагностику успеха и дружины заявляют на дружины опорные, дружины доверия. В этом году у нас на дружины доверия две школы вызвались, и на дружины опорные тоже две школы вызвались. Одно из самых значимых событий для «Сияющих звезд» – городское мероприятие «Бей барабан». Дружина представляет свои знаменные группы и отряды барабанщиков. Именно по итогу этого конкурса формируется пионерский состав, который будет выступать на Дне Победы. В этом году в конкурсе «Бей барабан» наша школа приняла участие, и наша младшая знаменная группа заняла призовое место. Мы их тренировали, с ними занимались, тренировали выход знаменной группы, вынес знамени и игру барабанщиков марша тренировали. Впереди у активистов Союза детских организаций «Сияющие звезды» празднование 100-летия пионерии. Торжественные мероприятия состоятся 18 и 19 мая. Ульяна Скородумова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Сарова-24. Творческий конкурс, посвященный важнейшим жизненным правилам, добрая ежегодная традиция. Главные организаторы мероприятия «Что я знаю о пожарной безопасности-2022» Саровское добровольческое пожарное общество и специальное управление ФПС номер 4 МЧС России. С целью оповещения детей о мерах пожарной безопасности в ЗАТО город Саров проводится активный, то есть многочисленный перечень мероприятий, в которые входят занятия с обучающимися школ и других муниципальных образовательных учреждений по пожарной безопасности, занятия по ОБЖ, тренировки по эвакуации в случае пожара персонала и обучающихся. Ребята представляли работы по трём номинации. Художественно-изобразительное, декоративно-прикладное, техническое творчество и агитационный ролик. Богдан Яковлев представил три работы. Таким образом, мальчик занял одно первое и два вторых места. В своей работе я изобразил пожарных, их тренировку. Ещё мне в этом помогал мой преподаватель художки. Он мне говорил, что поправить, и благодаря ему у меня получилась такая замечательная работа. У ребят получились не только креативные и яркие, но и информационно полезные работы. Ведь чтобы создать поделку, рисунок или ролик, нужно было внимательно изучить многие правила пожарной безопасности. Ульяна Скородулова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей СОРО-24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дворца детского и юношеского творчества стала доброй традицией. Конечно, два года пандемии, да, для нас это много. Вот даже выходить на эту сцену уже как-то непривычно. Поэтому я резонно рада, что мы с вами уже можем общаться в таком формате. И сегодня сказать друг другу большое спасибо за ту работу, которую мы провели в течение этого года. Сказать детям спасибо, объединениям, педагогам и, конечно, родителям. Самыми активными объединениями в этом году стали начальное техническое моделирование, керамика, палитра, волшебный микрофон. Украшением церемонии стали творческие номера ребят и с объединений «Звездопад», «Волшебный микрофон» и «Задуринки». Не обошлось и без подведения итогов года. Вспоминали самые яркие и запоминающиеся моменты. К примеру, более 40 ребят из объединений дворца представили свои работы за год на традиционной конференции декоративно-прикладного и технического творчества «Старт». В октябре 2021 года ребята первого года обучения приняли участие в традиционном трет-квесте «Я дворцовец». Познакомились с историей и традициями дворца. Впервые в этом учебном году отметили праздник «День отца» фотоакции вместе с папой. А в традиционный праздник «День матери» прошел онлайн концерт «Все это, мама, для тебя». Осудомоделисты организовали и провели шестое первенство города по контурным моделям кораблей, приуроченное к 350-летию со дня рождения Петра I. Всего 87 ребят, 4 объединения, 5 педагогических работников и 25 семей воспитанников получили грамоты дворца. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Веселый колокольный звон привлекал внимание случайных прохожих и жителей близлежащих домов, а также встречал всех гостей, которые пришли на праздник Пасхи православного волонтерского центра «Радость моя». По доброй традиции пасхальных дней любой желающий мог попробовать себя в роли звонаря и позвонить в колокола. Традиционные пасхальные гуляния волонтеры центра «Радость моя» проводят с 2011 года. Его организуют для подопечных семей центра, которые воспитывают детей с инвалидностью и особенностями здоровья. Мы эти семьи знаем уже много лет, уже 10 лет. Какие-то новые к нам по дороге присоединялись с маленькими детьми. Есть ребята уже старшие, а участвуют во всей этой организации в подготовке праздника волонтеры центра «Радость моя». То есть это и сбор средств был, это были и репетиции домашних поздравлений и домашние поздравления, которые уже прошли на этой неделе. В помещении центра волонтеры проводили для ребят и их родителей мастер-классы по изготовлению свечей, подсвечников и пасхальных открыток. А на свежем воздухе устроили настоящие народные гуляния с хороводами, традиционными играми и чаепитием. С концертной программой перед гостями выступили учащиеся детской школы искусств, а также военный оркестр. Некоторым ребятам даже посчастливилось побыть в роли дирижера. Мы пришли всей семьей, мои дети, мои внуки, все здесь. Мы уже не первый раз в прошлом году тоже сюда приходили. Очень понравилось и никогда мы не пропустим праздников, которые здесь будут устраивать. В гуманитарном складе радость моя. Каждый год на пасхальные празднования мы посещаем это мероприятие. Нам очень нравится здесь и волонтеры, и оркестр. Детям очень нравится общаться. Мы вообще общаемся, дружимся с волонтерским центром очень давно. Все замечательно. Дети очень рады, счастливы. Спасибо огромное всем. В подготовке и организации мероприятия участвовала целая команда друзей и партнеров волонтерского центра «Радость моя», православное творческое объединение «Мир», учащиеся православной гимназии и, конечно, добровольцы. Именно эти неравнодушные люди, которых порой даже незаметно, вносят неоценимый и большой вклад в благотворительное движение центра. Я делаю то, что я могу, то, что мне по силам, то, что мне нравится, то, что мне откликается. Сегодня я здесь. До этого я стояла в торговом центре Куба и собирала деньги на этот праздник. То есть все, что я могу в организации и так далее помогать, я это делаю, потому что мне потребность души. На колокольном звоне немножко помогла, столы помогла собирать, надпись, флажки вешать. Работы у волонтеров много хватает всегда. Праздник нужен для пообщаться с детям, потому что дети с особенностями. Есть те, кто практически не выходит из дома. И просто помочь им пообщаться, вместе побыть. Пасхальный детский праздник завершили вручением подарков и общей фотографии. Также в планах у православного волонтерского центра «Радость моя» провести благотворительную акцию «Белый цветок», посвященную памяти царской семьи. Мероприятие хотят приурочить к ночи в музее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова